Поздравляем! За свои 20 лет работы Елена Евгеньевна ни разу не пожалела о своем выборе. О том, что будет учителем, знала еще в школе. И уже тогда старалась больше времени проводить с детьми. В школу Елена Евгеньевна пришла работать сразу после института. Говорит, что общий язык с ребятами находит с первого урока. Это все совершенно верно. Огромное небесное пространство. Ученики ее любят, называют второй мамой. Даже спустя много лет выпускники помнят свою первую учительницу и всегда рады ее видеть. Особенно с удовольствием рассказывают те ребята, которые учились не очень хорошо. Вот те издалека увидят на улице, закричат и рукой помашут и подойдут. Видно, им больше времени уделяешь, таким ученикам. Так они очень в душе благодарны за это. Несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться в работе, учителя обо всем вспоминают с улыбкой. Хотя проблем немало. Большая ответственность, финансовые трудности, стрессы. В 2012 году средняя заработная плата учителей школы Российской Федерации должна быть равна средней заработной плате по экономике региона. И если мы к этому шли практически два года, средняя заработная плата учителей школ города Череповца в прошлом учебном году была 17 050 рублей. С 1 сентября, вот только что мы сейчас закончили талификацию, средняя заработная плата учителей школ города Череповца 20 853 рубля. Работа учителя требует много внимания как детям, так и к родителям. Из-за этого мало времени остается на свою семью. Иногда получается, что претензии высказывают и родители учеников, и близкие люди. Те, кто не выдерживают, уходят из школы. И даже дети понимают, что это работа по силам не каждому. Когда учителем работаешь, внимание детей всегда иметь. Нервов много тратится, терпение нужно. Времени много, чтобы все проверять, уроки. Ученик за партой сидит и слушает. Учительница все объясняет. Нередко дети с пренебрежением относятся к собственным учителям. Известны случаи, когда российские школьники нападали на педагогов. Пожалуй, в этом случае многое зависит от воспитания детей. Ведь есть среди школьников и те, кто хочет попробовать себя в роли учителя.